Мне запомнился одна мысль, когда Тайлер рассказал мне свою историю. Вот что он сказал. «Я теперь могу сказать, что Бог принял меня в свою семью, и я знаю, кто я. Я чувствую, что у меня есть цель, и моя жизнь имеет смысл. Бог мне как отец. Библия использует тот же язык. Когда мы становимся христианами, мы становимся частью Божьей семьи. Святой Дух хочет напоминать нам об этом как можно чаще и дает нам уверенность глубоко в наших сердцах, что наш Небесный Отец любит нас, несмотря ни на что. Бог хочет, чтобы мы были уверены в Его любви к нам каждый день. Мы Его дети, и это никогда не изменится». Римлянам 8, 15, 16 говорит. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Рассказ Тайлора демонстрирует, как Святой Дух наполняет наши сердца Божьей любовью, убеждая нас, что мы являемся частью Божьей семьи. Он также показывает, как Дух Божий меняет нас, чтобы быть более похожими на Иисуса. Депрессия и гнев Тайлора ушли, так как его жизнь наполнилась любовью и радостью и покоем. В послании к Галатам это описывается как плод Духа. Это как дерево, которое растет внутри каждого из нас. Вот что говорится. Святой Дух производит плоды в нашей жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и самоконтроль. Когда мы открываемся все больше и больше для Святого Духа, мы позволяем Богу менять нас, мы преображаемся, и это чудо. Мы все знаем, что наш мир нуждается в радости, мире и любви. Я могу вспомнить много моментов в моей жизни, где мне этого не хватало. Я просыпаюсь утром и думаю, сегодня я собираюсь быть терпеливым, я не буду раздражительным. И у меня получалось бы сохранять терпение достаточно долго, если бы меня не застали врасплох. Спанчбоб квадратные штаны. В такие моменты проявляется мое настоящее «я». Мы не можем просто быть более терпеливыми. Нужно, чтобы Бог изменил нас изнутри. Даже когда мы хотим измениться, это может казаться невозможным. Иногда плохие решения приводят к зависимости. Можно быть зависимым от чего угодно, не только от наркотиков или алкоголя. Я встречаю студентов, которые от чего только независимы. От порнографии до заискивания перед людьми. Последователи Иисуса не должны искать силы внутри себя, чтобы победить пагубные привычки. Святой Дух — это тот, кто дает нам и силу, и желание, в которых мы нуждаемся, чтобы преодолеть грех и зависимость. Некоторые люди освобождаются мгновенно, а для других Бог дает силы день ото дня жить в свободе. Сила Святого Духа — это нечто иное, что мы можем встретить на земле. Он обладает силой исцелять разбитое сердце и преобразить нас, чтобы быть похожими на Христа. Павел говорит о плодах Духа в послании Галатам, а в послании Коринфянам он говорит о дарах Духа. Вот что он говорит. «Каждому дано проявление Духа для общего блага. Одному Дух дает дар мудрой речи, другому, тем же Духом, дается дар передавать знания. Третьему, тем же Духом, дар веры или дар исцелять болезни, тем же Духом. Или дар творить чудеса, или пророчествовать, или различать, что от Духа, а что нет. У этого дар языков, у того — истолкование, сказанное на языках. Но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению». Продолжение следует...